всем привет спасибо вам за то что пишите комментарии под моими монологами спасибо вам огромное от души вас благодарю и вот в чем проблема в том что я очень добрый человек я очень добрый отзывчивый человек потому что никогда в жизни я бы не мог даже представить что я буду сидеть и на весь мир рассказывать о пластинках группы rainbow но поскольку я человек очень добрый и отзывчивый читая комментарии постоянные упоминания в них группы rainbow ричи блэквара точнее проекта rainbow как написал один замечательный вызыватель в интернете это скорее не группа конечно проект потому что все время господин блэквар менял состав искал свой звук который принесет ему то что он хотел бы получить от этого коллектива но тем не менее не даже ни секунды я не думал что я буду говорить о rainbow несмотря на то что я слушал эту группу впервые я услышал эту музыку в том же году когда вышел первый альбом группы rainbow то есть в 1975 было мне 15 лет я учился в советской школе я понятия не имею каким образом эта музыка до нас дошла так быстро и вообще до нас как-то все доходило очень быстро но нас было так мало что можно сказать что это музыка до советского союза в принципе не доходило нас было мало начал не как немножко изменил текст классический да ну услышал я конечно семьдесят пятом году вот этот альбом до речи blackmore с rainbow состав здесь эта группа elf руни джеймса дио да и blackmore взял его целиком и записал с ними альбом фотографии очень красивые здесь но об этом альбоме я наверное расскажу тоже когда-нибудь но чуть позже а поскольку писали то в основном мне про rainbow rising вот эта пластинка у меня есть вы спросите откуда в моей коллекции но какая-то коллекция это не коллекция это просто очень много 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 пластинок коллекция это не когда очень много 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 пластинок это когда осмысленно как-то все расставлено по выпускам по году издания по истории да а я просто соберу ну я не собираю пластинки я покупаю пластинки которые мне нравятся музыку которую я люблю слушать и поэтому достаточно бессистемно общем у меня все это коллекции это трудно назвать просто много пластинок эти штуки у меня две появились в силу того что во первых ностальгия конечно школьные годы чудесные 15 16 лет 15 лет 16 лет советский союз напомню до 75 76 год во первых ностальгия во вторых они достались довольно так удачно они настоящие это англичане родные обложечки блестящие все прямо родненькое такое хорошее oyster если кто сомневается oyster видно да что oyster хорошо в общем радость такая меломанская что называется не скажу выбрасывать жалко продавать жалко потому что такие артефакты все-таки до молодость молодость мира наше и я переслушал после того прочитал комментарии про комментарии с просьбой поговорить о группе rainbow а именно об альбоме rainbow rising я переслушал этот альбом этот еще не переслушал но я его и так знаю хорошо ну собственно это тоже но послушал еще первый потом поговорим о нем ну что я могу сказать почему мне не нравится группы rainbow сна да 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 ведь многие просили говорить записывать ролики о группах которые мне не нравятся пластинка которые мне не нравится вот рассказываю ну во первых мне жутко не нравится вокал ронни джеймса делу просто ну не нравится совсем вообще не не с какой точки зрения то есть лютый пафос это невероятная серьезность то есть я не могу назвать ни одного оперного певца который пел бы с таким пафосом и стать на таком серьезе ну не наверное они есть я не слышал таких не слышал потому что они все поют ну те кого я слышал оперные певцы оперные подчеркиваю не рок певцы они все поют как люди человеческим голосом а сельскими эмоциями а человеческие эмоции не могут быть только гнев только ярость только там уныние они все в комплексе находится потому что и и в ярости есть печаль и в печали есть юмор и везде все все просто это надо увидеть почувствовать ну и в пении это слышится здесь же нет здесь просто такой лютый какой-то невероятный пафос а вот эти вот все разговоры о том что ах как он поет высоко ах как он тянет там вот поют высоко тянет тянет таких людей знаете сколько ой ну ну тысячи певцов есть тысячи которые поют и тянут и громко и сильные мощными все это вообще не показатель это также как гитаристы его это лучший гитарист в мире как он играет быстро 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 и я напишу вам на бумажке тысячу фамилий музыкантов которые играют быстро быстро четко здорово с звукоизвлечением консерватории всего мира выпускают пачками каждый год огромное количество музыкантов которые играют быстро 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 и поют громко точно с диапазонами вот такими так что все это не показатель главное эмоции и смысл то что несет певец но многим это нравится я не 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 последняя станция я говорю о своем восприятии о своих вкусах то есть это конечно для меня это нет это это совсем вот это вот не 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 номер один номер два мне очень не нравится барабанщик козе павел ну просто не нравится и все потому что это на мой взгляд это предтеча группы инштурцентен штурцентен не болтен то есть такой когда вместо барабанов железные бочки стоят и по ним вот так вот люди суете играют не он техничный все да все но мне не нравится его манера не нравится его звук не нравится а звук у него в принципе он выдерживает марку всегда вот этот железные мало в железные гудящие вот эти вот барабаны металлические какие-то такие я не фигурально говорю металлические что heavy metal не металл звук и и это не дело студии не дело продюсера это дело музыканта он играет с таким звуком вот ему нравится так мне не нравится многим нравится я не скажу я не сказал что это плохой барабанщик ну не нравится но музыка вполне достойная на пластинке единственное что конечно tarowwoman первая песня это то чего хотел ричи blackmore на тот момент времени а он хотел чтобы его песни занимали первые места в хит парадах чтобы их крутили по радио в основном в америке чтобы был американский успех он не скрывал в каких-то интервью про это говорил и про него говорили музыканты что ричи стремился к коммерческому успеху к коммерческой популярности а для этого надо подстраиваться извините если вы хотите коммерческого успеха надо подстраиваться под тренды которые востребованы он прекрасным образом подстраивался под американский стадионный рок который был тогда в зачаточном состоянии еще и он надо сказать нос по ветру держал отлично и tarowwoman просто тысячи процентный американский стадионный рок с вокальной гармонией там которую делал спел хороший мощный такой мощный драйв но это в хорошем смысле прилизанная такая вещь но это еще не не самое плохое так сказать то что было у рейнбоу потому что после альбома логлиф рок-н-ролл после он стейдж концертного альбома уже пошел чистый поп-рок уж извините пожалуйста вот то что рейнбоу писали дальше это чистый американский радио поп такой до тяжелый дорог все но но это не deep apple это не deep apple все равно это стадионная американская такая радио музыка тяжелая для для тех кто любит потяжелее да но все равно очень очень прилиза на очень коммерческие очень все так как то так все а я вам угодил угодил играем дальше здорово хорошо но здесь еще все ничего run with the wolf мне очень нравится песня она вся отсюда еще идет вся вся в рок-н-ролле прекрасное соло ричи блэкморт замечательный конечно замечательнейший гитарист удивительное соло run with the wolf она вроде бы как небольшое да ну такие длинные нотки вибратор сумасшедшие совершенно вибратор бэнды кто бы там не говорил где-то в глубинах интернета что ой бэнды там не дотягивает там так четко все сыграно так точно так звучит все потрясающе run with the wolf starstruck тоже вполне бодрый рок номер тоже с хорошим соло с хорошей аранжировкой все плотно такие общие слова я говорю ну пусть песни вызывает отвращение этого это уже неплохо ну вот да и клозер айс это нам сказать какой-то недоделанный рок-н-ролл такой местами напоминает даже the rolling stones но просто там немножко это по по конкретнее всего стоунс идем правильнее а здесь как бы и вашим и нашим и вроде и тяжелый рок и и какой-то такой почти металл да а с другой стороны куда-то в сторону такого опять-таки о мире американизированного рок-н-ролла условно говоря рок-н-ролла там гармония совершенно другая не 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 трехаккордная да ну тем не менее но зато конечно я не могу не призначит stargazer и light in the black это очень сильно это я америку открываю да что очень сильно даже меня не любителя группы rainbow эти штуки пробивают иногда stargazer особенно если его разделить на три части то последняя треть будет ох как пеппи вот эти барабаны козе пауэлла они конечно утомляют очень сильно меня лично очень просто сильно абсолютно бездушные вот он какой-то бездушный музыкант браво в барабанах у него нет жизни никакой они абсолютно механические таким ну я так слышу извините ног к последней третье расходится появляется оркестр резкий случай когда струнная группа хорошие оркестровое звучание не входит в диссонанс с рок-н-ролльной структурой умно скажу да очень логично очень правильно мартин бирж тут постарался очень естественно оркестр появляется и и и вместе все это звучит с гитарой black more чудесно просто чудесным образом и light in the black как пишут исследователи песня записанная с одного дубля но ни хрена ни с какого одного дубля она не записана потому что гитары там как минимум три играется я не говорю уже о вокальных гармониях которые тоже накладываются сами понимаете не не одновременно делу поет тремя голосами но вероятно имеется ввиду что общее мясо было записано с одного дубля то есть ритм-секция гитара не подкладочная одна из гитар да там и может быть там какие-то кусочки вокала хотя вряд ли но тем не менее записано вообще альбом записан за 10 дней по моему если я не ошибаюсь очень быстро практически в живую и это лучшее доказательство того кто до сих пор не верит словам что в студии играть очень сложно студии играть иногда я уже говорил иногда сложнее чем на концерте и вот эти разговоры все ах вот он в студии сыграла покажите мне живую запись вот он плохой гитарист а вот в студии все что угодно можно сыграть нифига в студии все что угодно сыграть не можно можно сыграть в студии все что угодно если как сейчас записывается когда записывается Если гитарист играет две ноты, останавливается, потом дописывает еще две ноты, потом и то все равно все будет криво, если гитарист плохо играет. А здесь практически вживую все записано. Это откровенно, в общем, это слышно на самом деле. Никаких там склеек, никаких вот этих вот тьюнингов, там ничего такого здесь даже близко нет. Очень круто все сыграно. И Light and Black очень интересная гитарная штука, когда Blackmore играет свои любимые пентатонические ходы, разнообразные, об этом потом мы как-нибудь про Deep Purple поговорим. Есть очень хороший в интернете обозреватель, музыкант, забыл его фамилию, такой длинноболосый, худощавый. Он очень с большим пиететом говорит о Blackmore и очень правильные вещи. Говорит именно о пентатонике, и как ее Blackmore расширяет, и как он в ней кувыркается, как хочет. Мало кому так удается. И вот эта пентатоника вдруг переходит в какие-то средневековые штуки. Ну, все слышали, все знают здесь Light and the Black. И они до сих пор мне как-то вот кажутся интересными. В общем, хорошие, хорошие вещи. Остались в веках, как говорится, потому что из этого вышел практически весь Heavy Metal. Но я не могу себя заставить поставить эту группу рядом с моими настоящими кумирами, о которых будем говорить еще дальше. Так же, как и о Rainbow, так же, как и о Deep Purple, которых я тоже очень люблю. Ну, я пошел пить. Пока.